Приветствую, друзья! Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите, если вы меня видите. Сейчас еще пока никто не смотрит. Никто не смотрит. Плохо, плохо, плохо. Все отписались от этих трансляций, да? 15 человек. 15 человек. Люди, я вам передаю привет. Коллеги, передаю привет. Кто там на связи? Пишите, пожалуйста, плюсик. Как вы меня слышите? Как вы меня видите? Пишите. Давайте сегодня сделаем трансляцию, расскажем что-то полезное, чтобы была ценность для вас. Так, 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 плюсики, плюсики, смайлики. Класс, класс, класс. Коллеги, пожалуйста, напишите, с какого вы города. Мне интересно, с нам, с коллегами, кто здесь вот сидит, со студентами. Интересно, откуда вы, вот чем вы занимаетесь, город, и чем конкретно сейчас занимаетесь. Например, пью пиво. Вариант номер два. Работаю. Привет, Мариуполь. Киев. Так, тут слышно хорошо. Львов. Львов. Ставрополь. Ставрополь, привет. Львов. Челябинск. Челябинск. Ой, класс, да. Омск. Омск. Москва. Москва, класс, ребята. А сколько нас там уже человек? 53 человека. 53 человека. Чудесно, чудесно. Смотрим Константина и Елену. Да, значит, а ее еще в кадре нету. Кто там уже шпионы знает, что она будет в кадре. Так вот, коллеги, давайте знакомиться более детально. Меня зовут Константин Герасименко. Я руководитель Академии ЦИСКО, инструктор и Linux Professional Institute. Соответственно, сегодня мы с вами посмотрим, поговорим больше о безопасности. О безопасности чего? О курсах, которые направлены по направлению security. Соответственно, что это за курсы? Это направление системы security, это направление кибер-секьюрити. Вот такие вот вопросы мы сегодня обсудим. Кому актуальна безопасность? Вот, пожалуйста, напишите один. Вот, дальше напишите два. Кого уже хакеры? Вот, хакнули за прошлый год и навредили чем-нибудь. Ну, например, оплатили себе аккаунт на Pornhub или еще что-нибудь сделали. Вот, в кого какие варианты там? Один и тот же человек написал и один, и два. И один, и два. Хакнули уже. Ой, да, ужас плохо. Поэтому очень актуально. Актуально, да? Актуально безопасность. Значит, что я вам хочу рассказать по безопасности? То, что действительно кибербезопасность, информационная безопасность, это то, что сейчас очень актуально. Почему? По прогнозам компании ЦИСКО к 2020 году нужно 2 миллиона специалистов по информационной безопасности. Соответственно, это очень-очень такое большое направление, очень большие требования. Вот, то есть, фактически на работу по информационной безопасности будут принимать всех. Всех, кто хотя бы что-то в этом понимает. Соответственно, если вы начнете уже сейчас изучать вот эту информационную безопасность, изучать кибербезопасность, то как результат вы сможете углубиться, уйти вперед. Уйти вперед не только по своим знаниям, по своим навыкам, а и по заработной плате. Это, по-моему, очень-очень хорошо. Значит, что я еще хотел сегодня вам рассказать? Хотел вас познакомить с нашим специалистом по информационной безопасности. Значит, нашего специалиста... Так, мы идем сюда знакомиться. Значит, нашего специалиста зовут Елена Старкова. Она инструктор, сертифицированный инструктор по направлению безопасности. И, соответственно, она у нас ведет занятия по безопасности и вот рассказывает все-все-все-все-все нюансы по безопасности. Значит, чем конкретно Елена, как говорится, вот, как это сказать правильно, прославилась? Значит, в прошлом году мы выиграли, вернее, она выиграла такой классный конкурс, в котором участвовало 50 стран. Это называется... Инстрактор Excellence Advancing Employability. Вот такой вот, значит, дипломчик приехал вот к нам в Украину, в Киев со штатов. Вот. И, соответственно, что это означает? Это означает, что все студенты, в кого она преподает... Держи, это же твоя штука. Значит, в кого она преподает, вот по безопасности, у нас такая статистика классная, стопроцентная сертифицируемость. Ну, по крайней мере, до этого было. То есть, все стопроцентные ребят, которые у нас учились, они стопроцентно получили сертификаты системной security. Правильно? Да. Да. Плюс ко всему, Елена недавно, где-то там в прошлом месяце, да, по-моему, или позапрошлом месяце, значит, она пересдавала сертификат свой системной security и его сдала на 960 баллов. Да. 960 баллов, а где-то бумажка? У меня. Где-то у нее, значит, она скромничает. Значит, если есть вопросы по сертификации непосредственно? Значит, коллеги, поэтому сертификацию она недавно пересдавала ее, соответственно, если есть вопросы по сертификации, пожалуйста, пишите. Пишите в чат, как пройти, что там спрашивают. Еще очень важный момент, что те студенты, кто у нас будет обучаться, мы даем скидку на сдачу сертификата CCNA Security. Скидка достаточно-таки большая, она в районе 50%. Вот, то есть, вам дешевле пойти к нам учиться, чем сдавать самому сертификат и непонятно, сдадите вы его или нет. Что еще интересно? Значит, по безопасности, на чем у нас проходят практики? По безопасности у нас есть отдельная стойка с оборудованием. Это вот эти вот маршрутизаторы, коммутаторы. Соответственно, на них делаются лабораторные работы, которые там IPS, это системы антивторжений. То есть, все это дело настраивается вот на этих маршрутизаторах. Установилась? Так. Раз, два, три. Напишите, как нас слышно. Коллеги, напишите плюсик, был звонок. Кто позвонил, признавайтесь. Сразу хотела записаться. Сразу хотели записаться? Да, уже звонили. Так, коллеги, ну, да, IP-телефония. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите, если вы нас видите, плюс-плюс-плюс. О, все, есть плюс. Да, все, класс, чудесно-чудесно. Так вот, коллеги, на чем проходят занятия по курсу CCNA Security? Это вот на этих маршрутизаторах, конкретно на них делается там, по-моему, где-то в начале курса, изучаются системы IPS. Это системы антивторжений, да? То есть это те системы, предотвращение вторжений. Это те системы, которые предотвращают вторжение в вашу сеть, да? Вот, соответственно, там происходит анализ пакетов. Ну, собственно, это она, Елена, расскажет более детально. Дальше, то, что связано с VPN-ами, то, что связано с, что там, DMZ, всевозможные VPN-ы, списки контроля доступа, фаерволы, это все у нас есть вот оборудование, это цистка ASA, две штуки у нас, пока две штуки, но мы расширяемся. Вот сегодня приедет, со штатов приедет коммутатор, еще один коммутатор L3 уровня, вот, соответственно, мы постоянно расширяемся, поэтому у нас есть ASA. Что еще важно, все это оборудование, оно подключается к интернету, и, соответственно, вы видите, что сейчас вот стойка включена, и ребята на ней удаленно проходят практику. Соответственно, вы можете тоже проходить практику удаленно, тут ничего такого нету, это нормально учиться, вот в 21-м столетии нормально учиться удаленно. Вот, поэтому, значит, я хочу передать слово Елене, чтобы она рассказала больше про курс CCNA Security, может быть, у кого-то возникнут вопросы. Вот в прошлый раз мы делали трансляции, много студентов спрашивало что-то по Security. Просили показать какие-то лабы, просили показать, может быть, настройку VPN, сай-то-сайт VPN, может быть, настройка GRE, IPSEC, если актуально, мы готовы сделать вам отдельно, может быть, презентацию, отдельно включить, прям наживо настроить, может быть, опять-таки, у нас две асы, вот кто-то из вас возьмет одну асу, а вот Елена возьмет вторую, и мы можем сделать это онлайн прямо вот вместе с вами. Поэтому, кому горит, может быть, вы прямо сейчас сидите и там вот настраиваете что-то, головой бьетесь во стенку, вы можете спросить нас, и мы поможем, не отходя, как говорится, от кассы. Значит, ну что, передаю Елене, так, отдаю ей этот микрофон. Мы разжились на микрофон, это хорошо. В карман. Так, а вопросов пока все нет. Друзья, что вы не понимаете, что вы можете задать нам вопрос? Здравствуйте, коллеги, я очень рада вас приветствовать. Всем передаю привет всем тем городам, которые я там присутствую. Вот, ребята, я очень рада, что вы чем-то полезным занимаетесь. Значит, коротко по поводу награды, которая действительно досталась именно нам. Она, ну, не совсем мне досталась, да, именно нам. Это наша заслуга, нашей команды замечательной. Вот, и идея этой награды замечательной заключается именно в том, что действительно ребята продвигаются и стремятся к тому, чтобы повысить свою квалификацию в направлениях сетей. Не только касается безопасности сетей тоже, но и безопасности в частности. Вот, и сертифицируются. И это здорово, это классно, что у нас получается донести ту информацию, вложить ту теорию, ту практику, те знания, которые действительно пригождаются и которые действительно выливаются в классный уровень квалификации. Значит, я остановлюсь немножечко детальнее на подробности курса, именно по security, потому что сейчас это базовый, основной курс по безопасности. По безопасности есть уже у CISCO новая сертификация по кибербезопасности, и мы о ней будем еще говорить. И Константин в конце детальнее остановится на том, как есть классная программа от компании CISCO. Ну, а вы задавайте вопросы по тем темам, которые я буду сейчас называть. Итак, с чего начинается безопасность? Она начинается на самом деле с простого, с безопасности сетевых устройств. И поэтому в курсе по security именно первые главы, первые лекции посвящены безопасности устройств. Это не только удаленное подключение по Телнет, ну, конечно, Телнет уже никто не использует, СССР, да, но и настройка различных уровней привилегий, настройка ролей, какие роли могут быть администраторы для того, чтобы они подключались в определенные ресурсы. Так, далее в курсе... А кто использует, вот когда вы создаете имя пользователя, там, юзернейм, привилегий, ну, обычно 15, да, это самый высокий уровень привилегий. Кто использует реально на работе привилегий? Вот напишите там 3, я использую привилегии. Очень прикольная штука. Почему? То есть, вы поймите, это прикольно, когда вы можете разделить права доступа, да, то есть, вот, например, у вас есть дежурные инженеры, они должны мониторить. Соответственно, вы им даете уровень, там, доступа минимальный. Или, скажем, можно настроить, кстати, индивидуально, не обязательно выбрать какой-то с этих уровней, вы можете настроить что-то свое классно. Можно вообще запредить определенные команды, ну, например, формат флэш, да, то есть, если у вас там есть какие-то, вот у нас была одна студентка, которая любила форматировать все устройства, после нее приходилось сидеть и восстанавливать годами это все дело. Программирование надо знать? Нет, не надо знать программирование. Программирование это прошлый день, коллеги, вы поймите, оно ушло уже, все, нету программирования. Сейчас все виртуализировано, облака, это все крутится, ходит... Программы скоро сами будут сами себя. Программы пишут сами себя, вот, это важно. Следующий важный момент, то, что есть блоки, да, вот, вы можете... Блок-клик. Блок-клик, можно перетаскивать все. Так вот, кто-то использует привилегии? Все это не отвечает. Значит, я знаю. Когда вы создаете, это команда юзернейм, вы пишете юзернейм, привилегий... Ладно, кто-то использует, да. Кто-то использует, да, да, прикольно. То есть, это классно, когда вы можете разделить уровни доступа разным сотрудникам, соответственно, разные инженеры, кто-то больше может, что-то, кто-то меньше может. И, как результат, это... Вот, вы спите спокойно, да. То есть, вот, кто-то криворукий, там, вам все не поломает. И, по-моему, это очень классно. Дальше. Что еще в курсе изучается? Ну, самая главная идея, которую вы должны понять, вот, вы там спрашиваете отдельно программирование, отдельно то и сё, нужно иметь в голове комплексный подход. И особенно безопасность требует этого комплексного подхода. Ну, и вот, в частности, за счет отдельных компонентов, где-то, может, и нужно программирование в каких-то частях знать, где-то что-то может быть не на самом высоком уровне, но, тем не менее, комплексный подход. Что еще? Константин упомянул о том, что нужно обязательно сеть мониторить и наблюдать, проводить постоянный аудит сетей. И, в частности, инструменты для мониторинга и аудита изучаются в рамках этого курса. И касается это, естественно, безопасности. То есть, аудит безопасности. Автоматические инструменты, их существуют. Они существуют разные, которые позволяют наблюдать, изучать, какая же нам настроена безопасность, какие с ней проблемы. Дальше. Будет? Будет. Будет записывается. Я передаю привет в будущее. Будущее привет. Если возникнут вопросы, вы потом в комментариях пишите. Мы комментарии просматриваем. Я ответю. Может, ко мне летит. И Елена ответит, как специалист по этой области. Так, что еще? Если интересно, я еще расскажу немножечко. В общем-то, Константин практически даже все упомянул. Ну, без деталей. Это, да. Еще вопрос. Как повысить шансы на поиск работы с ССНР и раутинг-свичинг без опыта конфигурирования реальных устройств? Это интересно. Вопрос интересный. А как повысить... Чего? Шанс на поиск работы без опыта реальных устройств. А как зовут парня? Василий Артамонов. Василий, для того, чтобы найти работу, вы должны быть адекватны. Адекватность – это очень большое преимущество на рынке труда. Что это означает? Это означает, что, например, вы должны уметь работать в команде. Вы должны уметь быть тим-лидером. Вы должны уметь... Нет, это серьезно. Я адекватный, честно. Значит, у вас очень высокие шансы. Вы молодец. Умение делать питч, умение делать презентацию, умение тайм-менеджментом заниматься. То есть вы должны быть саморганизованным. То есть нужно делать упор на софт-скилл, на человеческие качества. Собственно, как мы это делаем? Мы просто ребят заставляем работать в команде. Вот если наш оператор повернет камеру вот сюда, вот, ребята сидят и сейчас вот вместе, они сидят вместе и вместе командой выполняют настройку. Соответственно, нужно делать вместе для того, чтобы вы могли общаться на ровных языках, на одинаковом уровне друг с другом. А то так, один айтишник второго не понимает, нужен переводчик и так дальше. А у вас есть ускоренные курсы, не 8 месяцев, а быстрее? Дело в том, что мы делаем упор на... Качество. На качество. Это важно. Вы поймите, вот этот диплом Advanced Employability, его просто так никому не дают. То есть в чем смысл? В том, что у Елены 100% трудоустраимость, сертификация трудоустраимость, поэтому можно быстро, но некачественно. Это вот как анекдот с такси, вам ехать или вам шашечки, да, вот, приблизительно то же самое здесь вот. Просто я работаю в телекоме, есть багаж, мне нужно не затягивать, а ускориться. Смотрите, как у нас происходит процесс обучения. Теория, практика, экзамен. Теория, практика, экзамен. Соответственно, если вы что-то знаете, это классно. Берите, сдавайте экзамен, смотрите на свой результат. Если ваш средний балл будет там 95 и выше, значит, вы хорошо знаете эту тему и берите, идите дальше. То есть вот так вот за счет этого вы можете у нас конкретно ускориться. Если балл будет низкий, ну, соответственно, нужно садиться и учить эту тему. Да, то есть если там 45 баллов, то, ну, как вы сдадите экзамен, если проходной там 85 процентов. А бывают ли курсы в регионах? Не всегда есть возможность ездить в Москву. Еще раз, коллеги, никуда ездить не нужно. Сейчас 21-е столетие, это нормально учиться удаленно. У нас есть ребята с Челябинска, я передаю привет в Челябинск Виктору. У нас есть ребята с Красноярска, я передаю привет в Красноярск. Я передаю привет во Львов. Я передаю привет в Торонто, в Канаду. И в Австралию. В Австралию, в Сиднея. Понимаете, то есть не важно, где вы находитесь. Главное, чтобы мы знали, в каком вычасовом поезде, и чтобы мы вам не звонили ночью, там, полтретьего ночи, и говорили, почему ты не сдаешь экзамены. Тебя там нужно, ты отстаешь от других студентов. Поэтому где вы находитесь, по большому счету, не важно. То есть я могу быстрее программы двигаться с вашей помощью? Да. Да. Еще вопрос. 100% это вы трудоустраиваете или советуете работодателям? Дело в том, что мы очень давно на рынке. Мы уже больше 10 лет на рынке. Как результат, наши выпускники, они уже стали директорами IT-отделов, они стали топ-менеджерами. Соответственно, много личных контактов. Соответственно, они к нам звонят, наши выпускники. То есть они знают, кто их научил чему, кто их обучил и так дальше. Соответственно, они звонят и просят. То есть звонят и говорят, Константин, мне нужно там 7 человек. Давайте. Опять, смотря, кто из ребят. Кто-то выбирает студентов сам к себе на работу. Бывает такое, что мы подбираем конкретно человека и просто направляем туда на работу. Тут зависит, с кем мы конкретно работаем. Но в любом случае, заявление на работу вы подписываете сами. Мы не продаем в рабство. За то, что продают в рабство, за это можно посадить в тюрьму, да? То есть это уголовно наказуемо. Я так поняла, про безопасность уже не очень интересно. Давайте продолжим. Давайте. Безопасность. Значит, о безопасности мы говорим. А значит, что еще рассматривается в курсе осесенной security? Это вопросы связаны с аутентификацией. И в том числе и локальной аутентификацией и удаленной аутентификацией с помощью специализированных протоколов. Так как с плюс, радиус. Конечно же, в этом курсе рассматриваются и очень глубоко рассматриваются разнообразные межсетевые экраны. Ну, радиус, коллеги, радиус. Радиус это AAA, я думаю, многим знаком AAA. Скажите, кто на работе использует, ну, начнем с Active Directory. Да, да, да. Может быть, у кого-то есть OpenLDAT. Кто делает AAA у себя, радиус? Напишите в комментариях. А вообще, кто аутентификацию у себя в компании ввел, ребята? Да, потому что, знаете, когда есть порядок, оно все классно, но потому что, если анархия, то это плохо. Что-то молчат. Active Directory, кто настраивает Active Directory? В кого есть Active Directory внедрен в компанию? Я даже не знаю таких слов. Ну, понятно. Громе Active Directory, LDAP. Может быть, OpenLDAP кто-то использует. Кто использует радиус? Но аутентификацию, что никто не... Microsoft – зло. Так OpenLDAP, вы должны владеть LDAP или AAA, радиусом. То есть, это нужно, но без этого невозможно. LDAP – да. Да, вот. То есть, мы изучаем конкретно вот эти вещи. Вот здесь, соответственно, как результат вы можете начать аутентификацию ваших пользователей в сети. Ну и, соответственно, понятно, что кто куда выходит в сеть, что он делает в интернете. Появляется четкий порядок. А порядок – это залог вот успеха, мне так кажется. Что еще? Фарволы, да? Я говорила о том, что межсетевые экраны изучаются, они изучаются очень глубоко, с различных точек зрения. Есть большое количество разнообразных видов межсетевых экранов. И здесь они все рассматриваются. Не просто рассматриваются. Здесь вы их будете настраивать. Они, студенты, настраивают на оборудование. И изучают разницу между ними. Применяют те или иные, смотрят, где что конкретно можно применить. Это касается как классических фарволов, так и более продвинутых фарволов, основанных на политиках зон. Что еще изучается? IPS-ADS. То есть, система обнаружения предотвращения вторжения. Обязательно. Поскольку это неотъемлемая часть любой сети. И вторжения могут быть самые разнообразные. Коллеги, кто использует систему антивторжения у себя? Может быть, у вас CISCO, решение CISCO есть. Может быть, у вас есть SNORT. Напишите, кто SNORT использует. Я очень люблю SNORT. Кто настраивал SNORT или использует прямо себя SNORT? Есть варианты. Там под FreeBSD, под Linux, под Windows. SNORT хорошо работает везде. То есть, если вы хотите бесплатное, хорошее решение, рекомендую SNORT. Работать на всех этих системах и настраиваться совсем несложно. SNORT нету? Нет. Никто не любит SNORT? Но ничего. Тогда двигаемся дальше. Кстати, коллеги, мы ведем блог. Поэтому, если кому интересны какие темы, мы можем сделать специально статью в блог с детальной инструкцией. Делайте заказы. Да, делайте заказы на публикации в блоге. Вы можете рассказать, поделиться своим опытом, как настраивается система антивторжений с SNORT, например, под FreeBSD. Было бы очень интересно. Ну, делайте заказы. Идем, двигаемся дальше. Что еще рассматривается в рамках курса системной security? Здесь рассматривается обеспечение безопасности локальной сети. Это касается как и конечных устройств, так это антивирусное программное обеспечение, так и сетевых устройств, коммутаторы. Они тоже подвержены различным проблемам с безопасностью и атаками. Но не буду останавливаться более детально. Я двигаюсь далее к очень интересным темам VPN. VPN – это одна из центральных тем этого курса. Оказывается, количество разнообразных виртуальных частных сетей, туннелей. Огромное количество. А кто использует VPN в себя? У кого филиалов много? Скажите, какие вы решения используете по VPN? Это PPTP, L2TP. Какие у вас там методы шифрования используются? Расскажите, напишите в комментариях два слова буквально. Я подчеркиваю, что VPN – это всего лишь концепция. А конкретных вирализациях VPN – IPSEC, SSL. И какие там конкретно алгоритмы, методы аутентификации, криптографии и так далее, целостности проверки используются? Их на самом деле очень много. Нет, никто не использует VPN. Понятно, двигаемся дальше. Значит, коллеги, если вот у меня был один, есть один хороший знакомый, коллега, я его спрашиваю, ну, там, вот, там, есть курс классный СССР по VPN. Он мне отвечает, я знаю VPN. Я говорю, а ты знаешь, что VPN больше 35 штук? Коллеги, VPN больше 35 штук. И это реально серьезная проблема. Он говорит, я не знаю VPN. Ну, конечно, если их 35 штук, как ты их можешь все знать? У нас 10 филиалов PPTP, 128 бит. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Это хорошо. Значит, и для того, чтобы студенты смогли разобраться с тем, какие вообще там алгоритмы нужны, а для этого есть отдельная лекция, посвященная системам криптографии. И студенты научатся различать, что такое, в общем-то, криптография, чем она отличается от криптологии, криптоанализа. Вот, это все очень детально рассказывается. Пишут, кто использует, предпочитает не афишировать. Ну, тоже как вариант. Да, зачем? Ну, и, конечно, достаточно много внимания уделено в рамках этого курса настройкам ААСА. Adaptive Security Appliance. То есть это передовое устройство компании Cisco. Вот это устройство. Это специализированное устройство, которое предназначено, аппаратное решение, для фильтрации трафика и настройки вопросов безопасности. Но, несмотря на то, что это как бы межсетевой экран, он тоже умеет делать маршрутизацию, например. И тоже умеет делать виланы и коммутацию. Вот такое вот универсальное устройство. Но все-таки основная задача... Ну, у вас они есть разные, да? То есть, начиная с самых таких простых, бюджетных, дешевых, относительно дешевых. Вот есть решения реально более крутые. Есть даже такие решения. Если мы возьмем АСУ Firepower, там вообще второе ядро свободное. То есть там два ядра. И на второе ядро можно поставить свою операционную систему. Это вообще круто, да? То есть вы туда ставите свой SSD-шник и можете там, например, запускать SendOS или там какой-то специализированный свой Linux, свое решение. Или там веб-сервер. То есть это вообще прикольно. Круто, как по мне. Ну и что интересно, то что АСУ можно настроить как с помощью командной строки, CLI интерфейса командной строки, так и с помощью графического интерфейса, ASDM. И это вообще очень круто, потому что с ASDM работать достаточно сложно в командной строке. Несколько команды отличаются от классических команд, ну даже одинаковые команды настройки маршрутизации, то же самое. Вот, поэтому лучше всего работать с графическим приложением и все виды настроек изучаются в рамках курса. Все, что тоже можно поднять. VPN-ы самые разнообразные и так далее и тому подобное. Ну, включая ту же самую маршрутизацию. Сколько удобен ASDM и стоит ли его прикручивать? Стоит. Потому что он не только позволяет настроить, но и позволяет мониторить интерфейсы, там показывают загруженности того же самого виртуального канала. Но очень трудно это посмотреть с помощью командной строки. Да, то есть в графике очень все красиво, плюс вы все ставите галочки, всевозможные крышечки, няшечки. А там есть еще трейсер, который позволяет просмотреть, как работают пошагово все инструменты при прохождении того или иного вида трафика. И покажет, где конкретно стопорится трафик. Вообще очень классно. Ну, мне вообще, мое личное мнение, мне не нравится командная строка ASSY. Почему там старые команды от PixOS? Вот кто еще из вас, может быть, настраивал PixOS? Это вообще жесть. Спрашиваю, да, какие модели ASSY, Pix уже не рассматриваете? От PixOS остался этот, команды чуть-чуть. Они похожи на цисковские команды, они иератичные, они... Ну, немножко не то, чем классические iOS-команды, которые используются в обычном классическом iOS-е. Вот такая вот штука интересная. Разглажаем? Ну, мне больше все. Все. Еще, значит, коллеги, да, вопросы, еще вопросы. Вопросы. Про подарки. Про подарки. Уже подарки спрашивают? Я пока тема только перечислила. Тоже... Уже все хотят подарки, как хорошо. Передаю образы правления. Так, ну что, подарки, да. Да, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, мы с удовольствием ответим. Вот то, что связано с... Все молчат. Все молчат. Значит, что, да, мы вообще стараемся, чтобы с каждой нашей какой-то лекции, практики, трансляции, чтобы была у вас какая-то вот персональная какая-то выгода, что всегда должен быть ценность, да. То есть мы создаем ценность, мы создаем вот эти все вещи. Поэтому сегодня у меня к вам такой вот подарок хороший. Значит, мы стартуем 20-го числа курс по CCNA Security. Соответственно, если вы сегодня подадите заявку на курс CCNA Security, вы получите в подарок... Подарок от меня. От ее. От ее подарок. Это курс по кибербезопасности. Вы знаете, у нас еще есть одно направление, это кибербезопасность. И, соответственно, те из вас, кто подает заявку на CCNA Security, получают в подарок курс по кибербезопасности. Это раз. Это первый подарок. Подарок номер два. А, это скидка. Мы предоставляем скидку, официально скидку от компании CISCO на сдачу сертификата CCNA Security. Соответственно, у вас есть шанс сэкономить кучу денег. Если учитывать, что в Украине за 10 центов можно купить Волынскую область, вот вы представляете, что такое скидка, там 150 баксов. Подарок номер три. Три? Какой третий подарок? Участие в программе. Да, значит, коллеги, подарок номер три. Вот, это стипендиальная программа от компании CISCO. Что это означает? Это означает, что компания CISCO вас будет обучать по кибербезопасности бесплатно. Бесплатно. Значит, кто туда попадает? Туда попадают наши студенты, и мы можем помочь вам туда попасть, поучаствовать в этой вот программе. Значит, я уже говорил, что компания CISCO выделила 10 миллионов долларов на вот эту вот стипендиальную программу. Соответственно, там есть 50 тысяч мест, то есть 50 тысяч студентов будет обучаться. Подало заявки на данный момент более двух миллионов человек. Вот, и по статистике два, сколько, три студента с нашей академии будут участвовать. Значит, это будет учиться бесплатно по кибербезопасности Виктор. Я ему передаю привет в Челябинск. В Челябинск привет. Передаю привет в Киев Жене. Который сидит здесь. Да, Женя, правда, у нас тут локальный. Вот, он тут возле нас. Локальный, да. Да, почему он, поверните камеру на Женю. У него тоже две руки, две ноги, у него нету трех голов, как Змея Горыныча. Вот, да, Женя сидит в синей футболке, улыбается. Он такой же парень, как и мы все с вами. Просто он более целеустремленный, он ходит на занятия. Вот мы его не можем выгнать отсюда. Да, оно вроде бы смешно, но тем не менее это классно. И мы его за это любим. Значит, коллеги, вот такие вот подарки. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Опять-таки, мы передаем привет в будущее тем студентам, кто будет пересматривать эту запись. Если у вас будут возникать вопросы, если вы хотите какой-то лайфхак, хауту, может быть, статью в влог. Жду ваших предложений. Да, пишите в комментариях. Жду вас на занятиях. У нас реально много опыта за 10 лет накопилось. Соответственно, мы готовы им делиться. Поэтому ждем от вас всевозможных предложений по публикации всех этих материалов. Там Жене привет передают. Жене не знак. А, Сережа, привет, Сережа. Привет, Белую Церковь. Вот, да, еще один наш студент с Белой Церкви. Привет, Сережа. Так, еще вопросы. Так, вопросы. А как можно с вами, там был вопрос, а, есть возможность общаться с вами напрямую, без прямых трансляций? Да. Какой-нибудь чат, например? Чат, вы можете позвонить, у нас есть телефон. По скайпу нашли. У нас есть скайп, вы можете позвонить по скайпу, мы сядем поговорим. Вот у меня в пятницу, я преподаватель. Почта электронная, коллеги, используйте. Почта, хэндзаут, вайбер, ватсап, что еще? В скайп. Контакты на сайте. Все есть на сайте, это, по-моему, это нормально общаться друг с другом. Поэтому вы не бойтесь, это нормально учиться удаленно, нормально общаться по вайберу, скайпу, звонить и так дальше. Единственный нюанс, это часовые пояса. Я вам уже говорил, что бывает такое, что мы забываем, кто где там учится, кто где и откуда, в каком регионе. И звоним, например, пол третьего ночи, и там спрашиваем, как ты там сдаешь экзамены? Он говорит, я сплю, но я тогда быстро тебя спрошу, как там твои успехи и так дальше. То есть, вот-вот, бывают проблемы с часовыми поясами. Так, в принципе, нет. Так, еще вопросы есть? Коллеги, присоединяйтесь и помните, главное правило безопасника, запрещено все, что не разрешено. Присоединяйтесь к нам. Спасибо большое за внимание. Пишите, звоните, будем рады вас видеть. Всем привет. И пока.